Бро, мечтаешь гонять в самые свежие игровые новинки, но твой комп по мощности больше напоминает калькулятор? Тогда облачный игровой сервис PlayKey создан как раз для тебя. Больше не нужно откладывать кровный на покупку мощного железа или выпрашивать деньги у родителей. Здесь всё просто, зарегался на сайте, установил плеер, выбрал игру из каталога и вперёд. Всю работу по обработке процессинга игры берут на себя мощные сервера на удалённой площадке. А тебе остаётся только наслаждаться любой игрушкой на максимальных настройках. Облачный игровой сервис PlayKey, не жди, игра сегодня. Йоу, ребятки, как делишки? С вами снова Райли. И сегодня, в этот просто восхитительный день, я покажу вам 5 самых нелепых смертей в серии GTA. Но перед этим я хочу передать особый привет Саше Гергелю, приветик тебе Никита Ставский и Пламенный. Огромный приветик тебе Пётр Антонов, спасибо вам, друзья, огромное за вашу поддержку и за то, что вы меня смотрите. Что же, некоторые из этих смертей забавные, ну а некоторые вообще просто сумасшедшие. Большинство таких смертей в этом видео из GTA 5 и GTA 4. Ведь, как мне кажется, только в этих частях происходят самые жестокие и нелепые смерти. И что же, бро, я думаю, тебе будет интересно, поэтому прям сейчас оцени это видео своим большим пальцем вверх. Возьми вкусненький чаёчек, усаживайся поудобнее и погнали смотреть эти нелепости. Первая у нас самая сумасшедшая, ну просто глупая смерть, которая только может быть. Это смерть Доминика Брисли из GTA 5. Он второстепенный персонаж, которого мы встречаем в миссиях Чудаки и Незнакомцы. Эти миссии знакомят нас с самыми разными персонажами этой игры, которые дают нам интересные задания и рассказывают интересные вещи. Вот Доминик один из них, его можно назвать адреналиновым наркоманом. Он периодически звонит Франклину, приглашая его на различные экстремальные мероприятия, вроде прыжков с парашютом. После каждого звонка на карте появляется новая метка, где можно заняться бейсджампингом. И как только Франклин выполнит все 13 прыжков с парашютом, откроется миссия «Необдуманный риск», где Доминик без какого-либо парашюта из страховки перед глазами Франклина прыгает с дамбы и разбивается насмерть. Следующий у нас смерть странной пары Флойда и Дебры, опять же из GTA 5. Флойд двоюродный брат Уэйда, через которого он познакомился с Тревором. Флойд живет в квартире своей девушки, где также жил и Тревор при приезде в Лос-Антос. Флойд находится в отношениях с девушкой по имени Дебра, которая по профессии адвокат и находится продолжительное время в командировке. И возможно изменяет Флойду с ее напарником. И когда она приехала, ей не понравился такой расклад, что в ее квартире помимо Флойда еще кто-то живет. И она попыталась заставить Тревора уйти. Но тот не уходил, отчего Дебра стала еще злее и стала угрожать пистолетом обоим Тревору и Флойду. Затем Флойд тоже начал угрожать обоим только ножом, а Тревору это конечно очень не понравилось. И затем после этого мы видим черный экран, после которого Тревор полностью в крови выходит из квартиры и закрывает дверь. И это заставляет нас пофантазировать о том, что же Тревор сделал с этой сумасшедшей парочкой. Следующая у нас, можно так сказать, неудачная смерть персонажа Чарльза Матео из GTA 4. Он играет незначительную роль в сюжете игры, но зато имеет одну из самых эпичных и неудачных смертей во всей игре. Узнав об участии Фила Белла в кокаиновой сделке с русской мафией, Чарльз собирается полететь на вертолете Vulcan Queen и рассказать об этом. Он скрывается со своими людьми на заводе с пранк и оттуда собирается вылететь. Фил Белл просит Ника остановить его. И Ника пробиваясь через русских и итальянских мафиози преследует его до самой крыши, где Чарльзу почти удалось убежать прыгнув на вертолет. Он уцепился за него и висит на нем, но Ника успевает стрельнуть в вертолет и сбивает его. Чарльз крепко держится за вертолет и вместе с ним падает. Вертолет падает на крышу завода и взрывается, отчего происходит мощнейший взрыв внутри. Следующая смерть Энтони Карадо из GTA 4. В миссии под названием «Застопорить» Ника проникает в больницу, где лежит Энтони. Энтони Карадо является телохранителем Джимми Пигарина, главы итало-американской мафии. У Энтони постоянно был включен микрофон на рации и поэтому все люди могли услышать все то, что происходит в доме Джимми. Пигарина припугнул Энтони и у того случился инфаркт и теперь он лежит в больнице под охраной полиции. И после выписки должен дать некоторые показания. А это надо предотвратить и поэтому Ника должен убить Энтони любыми способами. Один из самых мучительных это просто отключить аппарат жизнеобеспечения Энтони. Как я сказал ранее, Ника нужно сначала переодеться, чтобы это сделать. И мы можем наблюдать, как Энтони корчится от боли и умирает перед глазами на больничной койке. И наконец у нас неожиданная смерть Джони Синдака из GTA San Andres. Он высокопоставленный член семьи Синдака. Его организация имеет значительное влияние в Лас-Вентурасе. И когда СиДжей первый раз приезжает в Лас-Вентурас в недавно открытое казино Вузиму, Джонни был пойман, когда разбивал игровые автоматы. И когда люди Вузиму решают избавиться от Джонни, СиДжей вмешивается и привязывает Джонни к капоту автомобиля. И опасно ездит по городу, чтобы напугать Джонни и заставить его рассказать, на какую мафию он работает. И в итоге эта поездка очень сильно травмировала Джонни. После чего он долгое время проводит в больнице. И позже, когда СиДжей помогает Кену Розенбергу, он встречает Джонни Синдака. Тот сразу же узнает его, и так как полностью не оправился от своей травмы, Сразу умирает от сердечного приступа. И что же, вот такие вот получились самые безумные и нелепые смерти в GTA. Джонни Синдака как раз завершает этот список. И огромное спасибо тебе, бро, что досмотрел до самого конца. Я уверен, тебе всё понравилось, и ты узнал и увидел что-то новое для себя. Поэтому прямо сейчас ставь лайкосик под видосик, И конечно же, подписывайся на мой канал, Если оказался здесь впервые, чтобы не пропустить дальнейшие мои видосики. Просто нажимай на вот эту вот кругленькую аватарочку. И ещё глянь мои другие видосики, которые тебе только что высветились. И что же, с тобой был, как всегда, Райли, желаю тебе удачи. Оставайся таким же классным, и увидимся в новых видео. Пока.